Каждый день расписан по минутам. Кто-то уже готовится к торжественному закрытию слёта и разучивает песни, кто-то дежурит на кухне, а у кого-то ещё занятия по сборке и разборке оружия. Вот так проходят все будни участников слёта Отечества. За восемь дней ребята узнали и научились многому. Если у меня получится, то я приеду сюда на следующий год и буду рекомендовать своим друзьям. В этом слёте мне очень нравятся физические нагрузки, так как я спортсмен, занимаюсь четыре года рукопашным боем. Нагрузки такие же практически, как и тут, но тут чуть-чуть будет посложнее. Я втянулась в это уже к концу всего лагеря, в последние пять. Поначалу было очень трудно. Физические нагрузки, всякие упражнения, это было очень трудно, но сейчас нам очень нравится уже здесь. Как уже давно повелось, ещё с первых лет завершающий этап обучения на слёте – это соревнование. В этом году командиры назвали это испытание «тропой мужества». 17 этапов – это не шутки. Взобраться по отвесной стене по канату, переправа через болото по бревну, метание ножей, стрельба из пневматической винтовки, множество верёвочных переправ, поиск и, конечно же, оказание первой доврачебной помощи. Но самое главное, что учитывается, командирами – это умение работать в команде. У нас вот финишная, грубо говоря, прямая, которая покажет, насколько они у нас подготовлены, что они у нас подчеркнули для себя нового, насколько они усвоили тот материал, который мы им преподавали. Смотрим в сплочённость, подгоняем время, сразу указываем на ошибки. Для физически неподготовленного человека эти испытания оказались бы сложными, но только не для участников слёта. Полоса препятствий была не очень сложной, всё это мы знаем, всё это мы умеем. И переправа понравилась мне больше всего. Полоса препятствий была, она очень лёгкая, так как нам всё объясняли, помогали в этом. Мы работали командой. Больше всего мне понравилось не то, что какие-то элементы, а то, что мы работали командой и друг другу помогали. Мне больше всего в слёте понравилась наша командная работа, потому что, если бы не она, то не было бы ничего этого, не было бы никаких результатов, и мы бы не достигли таких высот. Команды, показавшие лучшие результаты, награждены сегодня на торжественном закрытии мероприятия. Более подробно смотрите в завтрашнем выпуске. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова